А, да, все пошло. Да, все пошло. Снова всем привет. Продолжаем. Да, теперь у нас не вышедшая игра на NES. Так, сейчас я музыку включу, извини. Она включена. Просто ее нет сейчас, да? Да, теперь есть. Не вышедшая игра на NES, которая вот получила лицензию от Nintendo, как мы видим, но она осталась таки недоделанной, то есть на стадии прототипа. Игра вполне нормально проходится. Есть там парочку мест, которые не успели доделать, и на этом почему-то все и завершилось. По мне так это лучшая версия этой игры. Это не порт с какой-либо консоли, не с NES, не с SEGA. Совершенно эксклюзивная игра с таким же названием. Геймплей совершенно другой, сюжет другой, все другое. Сейчас будет... Сейчас воспользуемся переводчиком с полоном. Нажимаю на старт. Назад. До того, как что-то там произошло. До того, как защитные системы... Не успеваю прочитать. Ладно. Ну, короче, до того, как что-то там произошло, что привело к глобальной катастрофе назад. Назад во времени, видимо, он перемещается. Ну, чтобы, короче, уничтожить зарождение, чтобы уничтожить Алекса Мерфи. В общем... Терминатор, видимо, возвращается назад во времени. Да, верно. Не допустить ошибки. Приготовить терминаторов. Это, видимо, компьютер головной. Это их последний шанс. Это их единственный шанс. Ну, короче, понятно. Все. Запустить, типа... Перемещение времени. Все. Отправили назад терминаторов. Достаточно времени, чтобы предотвратить что-то там. There is no warning. Никаких предупреждений. Совсем. Они прибыли вовремя. Нееет. Нееет. Нееет! asseverant? СТО? Аааааа. Что? Ониprеуспели. Они думали. Ахахах. Нет. Они не преуспели. Ты монстр Я убью тебя Мам Убери от меня руки Весь мир умер За тебя Вот собственно Такая предыстория Вот у нас игра, у нас персонаж может ходить, прыгать Стрелять Физика довольно-таки чувствительная То есть понятно, что мы управляем чем-то тяжелым Он может как ходить, стрелять куда хочет Так и просто стоять на месте и стрелять куда хочет Тяжновато все это переводить Надо было сначала посмотреть, а потом уже переводить Пересказом Dat Music Обожаю эту мелодию Ту-ту-ру-ту-ту-ун Ту-ту-ру-ту-ту-ун Но игра конечно местами подтормаживает Чем отличается эта версия Допустим от других Тем, что здесь Больше упор на платформинг идет Но не настолько, чтобы он превышал Экшеновую составляющую Здесь как и пострелять, так и попрыгать Придется много Да, еще есть нормальные пропорции Отличие от других версий Есть парочка багов Но о них попозже Что мне понравилось, так это подача текста Она выполнена в духе комиксов Так прикольно Как-то есть изначально комикс Да, я просто уже представляю Как там персонаж Это все обсуждает И говорит так Как в черепашках В этом черно-белом Варианте Как я там пронзаю их А ты ползешь и турбокнопку Жмешь какую-то, да? Да Прикольно Единственное Когда я проходил первый раз Второй и третий Меня мог всегда затроллить первый босс Я не знаю, иногда Местим просто не везет А вот сейчас первый босс А, тут надо пиксель запомнить А ты не по правильной тактике играешь Есть другая тактика Я забыл какая Ну, он не хочет отходить А, хочет Я перепрыгивал босс И скидал его налево По-моему, сейчас замочит По-моему, да Да Чего не в неправильной тактике? Другой не нашел Ты расскажешь Вот я этого босса действительно Иногда он отходит Иногда нет И вот почему и так происходит Я так и не понял Вот что это было Почему нельзя было так Чтобы он всегда отходил Почему иногда работает А иногда нет И это, на мой взгляд, кривость Да Но это игра прототип еще Да И вот игрок, который мне зареквестировал Не согласен был с этим Что это кривость Дескать, у него он всегда Отходит Но у меня, как видите, не всегда Мне зареквестил эту игру Моисеев Олег Который под ником стройник сидит Он ее когда-то проходил Записывал для бит-16 Местный модератор, конечно же Пожаловался, что ты проходишь Всякое кривое говно Вместо того, чтобы проходить Какие-то официальные классные игры О, оружие можно сменить Да Ты не знал Я не помню Возможно, что нет А если ты дохнешь У тебя все оружия отбирают Или только то, которое активное Все Это оружие самая мощная Наносит самый максимальный урон Когда я, короче, после этой игры Когда я запускал официальный Рыбаков versus терминатор на СМД Вы можете понять, что я ожидал А в итоге я получил игру, где просто идешь На пролом через кучу говна Которого невозможно вернуться Потому что пропорции абсолютно ужасные Потому что враги стреляют до того, как они успевают И хитбокс в полэкрана И, в общем, проходится только О, баг Прикольно Проходится только потому, что там дофига жизней Находятся в секретках Прям как турикам первый Ну, все-таки, типа, лучше гораздо Там ты не умираешь за одну секунду Находясь в враге Ну и музон, конечно, мне так вообще Первая мелодия Очень нравится Нет, вообще игра хорошая Жаль, что ее не доделали Может какие-то армхакеры Вместо шепилить очередные DuckTales 3000 ремастер И сделают хорошее дело И доделают эту игру В стороне, как спешишь, такой баг Если в руках большая пушка И только в этом случае Да Ну, потому что Когда маленькая пушка Такого бага не будет Вот есть особенность в игре У тебя хитбокс увеличивается В зависимости от того, какое оружие ты несешь Тык-тык-тык-тык-тык-тык Тык-тык-тык-тык-тык-тык Не, ну можно я бы с ним Чуть не длиннее Они такую красивую анимацию нарисовали А ты взял и отменяешь ее Негодяй Я пошел уже три раза Это, наверное, будет четвертый Сейчас ты игру уже наизусть должен знать Да Конечно Ну я ее уже наизусть знал И после первого раза По лестнице держал ли ты наискосок Не понимаю, не понимаю я Сатан К чему-то вопрос Какому именно моменту Да 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 Держал Влад понял, это главное Вот к этому Но это же не лестница А, и когда прыгаю, то уже держу, знаешь Ну, в смысле по лестнице Там можно просто ползать А можно чуть быстрее Но можно свалиться А вот анимация По ползанию Я не знаю У меня первый босс Самого первого раза Когда я на него пришел Не двигался На двигающейся платформе Поэтому я придумал Другую тактику Которая всегда работает Просто перепрыгиваешь босса Скидываешь его налево Потом прыгаешь вниз Скидываешь его направо Все Врубаешься Угу И я свято верил Что так и надо Ой Кто-то свалился Ага Похоже с концами Зачем ты поторопился Эх Не придумали лестницы В этот момент Жаль Да ты же А там видна была платформа Или нет Нет То есть ты на шару прыгал Да Да я просто Соскользнул Я не собирался Прыгать Да Вот эти моменты Сложи без дамага Пройти Ну У меня конечно был выбор Сосредоточиться И ничего не говорить Но я предпочел Второй вариант Молчаливый стрим Как-то совсем Только начали Привет Абастерков Один уровень прошли Так Только я на вас же Видны все платформы Видно Просто я вот тут Соскользил Все-все видно Да Я вот и спрашивал Да Музон вообще царский Эксид Вот тут кстати Если сорваться Тут можно забраться Назад по лестнице А вот там почему-то Нельзя Ну я же говорю Прототип все-таки Я думаю Они планировали Просто Не успели Запилить А тут кстати Можно специально Делать вот так Я так делал Понятно Потому что Уже и конец Уровня Да Надо только Главное Чтобы эта игра С надплеем Дружила Потому что Не все игры Дружат с надплеем А эта Прототипная Да Надеюсь Не будет Рассет хронить Вот эти враги У них Самый высокий урон У этих Вылетающих Огненных Ракет Чего это Там Есть Какая Разрушаемая Способность Ландшафта Все В основном Показательная И бесполезная Дык-дык-дык-дык Дык-дык-дык-дык Анимации Классные Робокопы Да Постарались Так Жизнь оружие которое благополучно слил сейчас вернем это полностью играбельный который полностью проходим и прототип на наш взгляд лучше чем официально выпущены ну это тоже собиралась официально быть выпущены видел же лицензии от нитендо просто чип не получилось вы хотел прыгнуть зацепился летал пошутил да прощай тут ну как бы есть места где ты упал и не можешь образ но еще жизни бесконечности практически если не бесконечности он бесконечности но есть пароли еще на уровне упал ты подумаешь потерял ничего страшного понятное дело когда жизни такая херня когда тебя откидывать и чекпоинт всего лишь у тебя куча жизней куча жизни есть пароли на уровне что нормально кстати все гамском нету пароли есть бесконечно контенту не жизни проходи изначально я этого баг когда проходил не получал пропихнулся привет я врываюсь тут внезапно всем привет а тут прикольная игра я не на сама не опоздал нет но мы пошли эксид игра проходится за час вот таки следующий босс он дает нам узишку да и теперь у нас такая следующий этот music она с тем временем скорострельное оружие вот этот уровень кстати довольно таки ботфертный почему скоро увидите я надеюсь не увидите так так ладно ребята и тут хоть и ворвался но пожалуй отключу микрофон чтобы все что он не портит стрим все дела так что вот пришел ушел егор наверно думал что уже его очередь стримить не 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 просто я могу нести полную чушь поэтому не выжить и город просто ладно да 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 поэтому и что не жить вот здесь вот если вниз спуститься и там есть бонусы типа доп внутренней жизни пополнение хп но выбираться будет неприятно но выбираться вообще невозможно даже так даже так а сейчас будет неприятное место с попить сильным прыжком очень сложная но я надеюсь у меня получится задумка вообще интересное у этого места получилось хорошо просто там если случайно передержи что там свалишься и половины жизни нету а сложность этого места в том что сейчас будет враги от которых нельзя увернуться здесь помню чекпоинт вот здесь вот конкретно где ты сюда вот именно здесь чекпоинт да вот вот так вот как и как урона никогда поэтому вместе желательно было не падать что у меня получилось чему я рад дат и визик а вот здесь можно кстати что сейчас ползит он но за часть это естественно короче все затрагировал если страном странам часа три наверно если все ты следуешь до да 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 высунулся выстрелил,прикольно вообще то есть не просто идишь стреляешь, а пытаешься там высуниться пропорции хорошие да все видно и к тому же видно вообще несколька этажей А на мегатраве ты идёшь и постоянно огребаешь чужие выстрелы. Ты даже не успеваешь понять от чего ты уже огребаешь. Платформинг вот свой. Да. Вот, кстати, это место мне напоминает платформинг из Боба, только там хуже сделано. Но там тоже есть такое. Но только не в том, что ползаешь, а что спрыгиваешь вниз, вниз, вниз. А Бастерка Фроди играют сейчас. То есть завтра уже стрим по идее должен быть. Ох ты ты взял эту жизнь, красава. Да. Ещё и не свалился. Ну эти штуки пока убивают. А вот этики. О да, да. Это я тоже находил сам причём. Неуязвимость. С этой неуязвимостью наверное собирались запилить какие-то фишки, но запилили их не в том месте. Здесь почти никого нет. Да. Ну доделать будешь говорю. Нормальным хром хакером. И будет отличная игра. Да я не знаю вообще зачем что-то доделать, по-моему всё и так хорошо. Ну чтоб все секреты можно было пособирать. Не знаю, помп доделать-то ничего не надо. Вон он тот секрет я не мог взять, потому что я бы оттуда не выбрался. Ну подумаешь. Ну да. Ну да. Кстати радует, что некоторые уровни можно проходить разными путями. То есть задумки вообще у идеи офигенные. И платформинг есть, причём постоянно пришёл пострелял там попрыгал. Поползал. Да. Там там туда. Прикольно. Прикольно. Собственно. По-моему. Вот. Вон она. А. По-моему. Я иду. Про-моему. Вот. Ведь. На. А это было сейчас. квесты заключалась в том что я прохожу эту игру на стриме если реквестируем еще все устроит он будет проходить игру которую я не скажу у хорошую эту игру мне когда-то серёха посоветовал когда не знаю почему наверно после того как я играл в какие-то кривые походим же хороших и вот я думаю то же самое сделать а то после кто кто посоветовал страниц нет смысле хорошую игру тебе кто-то кота посоветовал эту игру с вами не нету а ту которая буду реквестировать в обмен который я тебе посоветовал да да причем относительно недавно а так вот этот игроку тоже раньше какие описаны бит-16 но потом уже там случилось кривое говно появилась куча читеров наверное это просто отбило желание записывать да и сам модератор вел себя не очень адекватно порой это самое сейчас про робокоп терминатор не ходил другое да все про бит-16 ну да согласен я кто-то посмотрел там проку короче по такая выкладывалась прямо главная страница типа raw world без не не пацифизм от а без ударов типа по персонажа вообще то есть но у хит или как-то называть плохо да но но у дэмэдж вот все правильно говорит блин я был просто в шоке думаю ни хера себе как так и так далее но просто мне открыли глаза и оказывается очень много читеров на самом деле я потом пытался пройти без повреждений но очень сложно а попробую ее пройди она конечно не сложная raw world но блин даже без смердея у меня я конечно да еще был нубом и особо не умел играть в старые игры но у меня вызвало где-то больше полу дня сюжет ну короче что там должен найти он что-то должен сливковаться компом он должен типа узнать зачем они стоят соединились и так он вошел в сеть но что то не так что то не так терминатор перепрограммировал компьютер ну все как он попал в их ловушку а они запрограммировали компьютер чтобы поймать рыбокопа ха 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 итак все что он может смотрит ну короче его мозг пошел в скайнет но он каким то образом выжил ну все как в 16 битной версии переносим дату вирус 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 не знаю как перевести каждое десятилетие что там случилось вещи исчезли я не уследил слишком быстро но короче возможность появилась наконец ошибочный код безопасности я не понял очень короче слишком быстро ну короче может сейчас нагнуть соответственно мозг именно sky на то и это может сделать только краски робокоп как-то так там ошибка короче к это входе да 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 типа там ошибка и сейчас если робокоп доберется именно до центра sky на то он типа всех нагнет ну тоже тоже если не ошибаюсь конечно там по это по комиксу происходило то есть его поймали в ловушку благодаря его мозгу то есть они доработали всю эту систему начали уничтожение человечества на деканте я который не показывать от этой жизни и прочим как сам считаешь а чё там тщательно пишет чел-чел какой вопрос на жизнь в этом уровне но если тебе надо то собирает мне кажется так чуть ничего не пишет она короче ясно не пойму за поймали в ловушку если я тебя ждал возможности то есть и он перепрограммировал результате чего он там в итоге армию робокопов создает что помочь человечеству для того чтобы вырваться то есть он специально тело искал возможно то есть погоди они его поймали 10 лет он он валялся неспособным нет они использовали его мозг как центральный компьютер то есть он главный компьютер он стал фактически это сыр это в скайнет его отправили да то есть скайнет из него фактически скайнет сделает я понял да а как он потом снова ходить начал а он свой мозг нашел способ и закинул в один из этого из роботов он как бы модифицировал так ура в общем как то это умудрился сделать и модифицировал в общем но это все одно тело и и туда перекинул свои мозги и школьник пошел заново да не все равно рынку но может быть но все равно на мой взгляд как бы когда он был очень радом в итоге была армия робокопов это было очень весело у меня прикольно прикольно на имею ввиду что не жалко удивительного в этом не в северской версии не было армия робокопов это точно не а так ему такое же повествование как в комиксу ну честно там там по моему особо не по комиксам было но то что нам нужно было пробраться в центр скайн это и как-то его победить это точно ну вот я про это и говорю что здесь на комиксах такой такая подача прикольная то есть там сначала страниц написал в чате за каждый труп и подобранные очки игр игрок зарабатывать жизнь и счетчик справа от иконки головы рыбокопов жизни я просто собираю на уровне немного не пас страниц потом подобранные какие именно очки а то справа то вообще ничего нету ну вот начале жизни идут потом показывают количество твоих очков то есть вот эта полоска огромная это это что ли это жизни счетчик справа от иконки головы рыбокопа там но счетчик там ноль написано да не это именно по вертикали на столбиками десятка когда страна вот и на что 10 по вертикали пишут отжаешь они сейчас очень сейчас ничего не изменилось хотя за каждый труп якобы что-то он добавить сейчас заменилось тому что была взята жизнь да но 11 жизни я так понимаю у рыбокопа правильно да значит учет у тут страниц немножко неправильно пишет на мой взгляд каждый труп подобранные очки игрок страниц поясни палец что-то имел ввиду да да пожалуйста подробнее это непонятно да 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 от music значит у меня были баги но это не удивительно все-таки игра не работа тип до фиг знает я такого не замечал непонятно короче ну вот и ведь и играл три часа в них два раза походил первый раз по странам второй раз потом часа за полтора может кстати от эмуля еще же зависит не но я имею что может быть как бы что-то не доглядел в этом плане но мне кажется тут что-то да не том как страниц пишет сколько он не играл четыре раза умер хана я вот не помню я не знаю я устраиваю я вообще не запарился потому что он потерял жизнь и потерял нет нет я собирал жизнь а ты все вы как проходил много раз умирая да я не помню но все странно сколько-то раз умирал понятное дело он там туда страница захватил sky net да ладно что влад замолчал а тут просто было сложное место поэтому я замолчал а теперь я направился в основной путь можно было сразу именно так подняться но я решил взять пару жизней слов даунс армия рыбокопов а гриша уже отстримал же да да ладно я уже пропустил всем я хотел тоже смотреть туда летает пропасть уже приятно что можно скинуть врагов пропасть они сдохнут это верно еще посмотрим чем эта версия я не знаю кто еще считает лучше сеговской кроме тебя серега я я не игра еще и 20 что ну давайте посмотрим просто и я как бы кроме зиговской ни в какую не играл страниц считает сатан напиши ты считаешь нет не вы если чё там это меня не унижайте потому что я то я то просто не играл в них рассмотри короче сеговская версия это ты вот что и прешь на пролом не может ничего вернуться потому что все вылетает со всех сторон раньше ты можешь увидеть и у тебя хитбокс огромный и игра проходит столько потому что там ну дофига куда фига жизни то есть ты согласен прешь на пролом берешь жизни идешь дальше на пролом не особенно если first рамом сфер странам то да там прешь на пролом но потом можно как бы идти такую технику хотят который можно уворачиваться от пуль но это уже когда несколько раз поиграешь все тогда согласен будешь умирать ну да да или все помнят сколько раз я умирал на последнем больше да вот а тот как хорошие пропорции платформинг интересный музон вообще качает мне нравится в основном следовательский элемент вот вы высунулся попал врага засунулся назад на лестнице даже с лестницей нашли блин и интересно почему тогда эта игра не вышла блин полноцен но очень странно банча спичит что ему тоже это больше по душе вынуждаете меня поиграть в эту версию хотя понравится я сначала покажешься типа вот что-то рыбако предлина потом как втянешься не ну я я запишу ее именно как в игры которые нужно пройти на нас ну типа хорошие игры тут есть например места где-то можешь свалиться и например не выбраться типа умирать но он блин с учетом того что жизни много ну с учетом того что это все-таки прототип в этом уровне можно окон ты бесконечно и пароль есть на уровне кстати а еще вопрос а шипы это как мегамэне но только что враг улетел из долг ну враг тогда а вот и я тоже да да от шипов да там только в начале от этих от лучей не умираешь ну и тех что там а дальше а в этих шипахи там не ну ладно все равно даже если умираешь как в мегамэне от нового касания шипов это все равно мелочь но типа пропасть короче то же самое нам но мне это бесит мне от очень бесит в серии мегамэн и вообще везде где-то не пытаются запихнуть но ладно хрен сниму посмотрим поиграю и потом скажу свое мнение влад быстро спустился да потом можно было свалиться если я вовремя не схватился там можно было свалиться вниз и потерять половину хп где он берем прототип но как бы это ты можешь найти на мленде просто в любом вообще сайте где именно ретро игры наверное станут будет такая чашка архив с игрой там в архиве должны быть все эти ромы которые связаны с игроки ну да если не ошибаюсь кинг играл в черного плаща который был именно в папке с ромом причем я не знаю в этой игре мне еще нравится исследовательский элемент то есть как-то реально то есть тысяч куда идти это нормально сделано ну если не заставит меня по крайней мере ну я как бы субъективно опять же свое мнение выражая как вот с джайджо то есть если меня не заставит полчаса нам пытаться найти единственный путь куда там выйти это кто-нибудь но если такого не будет это будет просто прекрасно меня лично бесит вот когда мне заставляют искать там какое-то место несколько раз подряд когда ты его даже один раз уже нашел а потом в итоге ты у не можешь найти вот это бесит здесь его нет это будет просто прекрасно следующий босс тупой такое он может убиться даже вися просто по следующий следующая мелодия а теперь уровень как в раннг они беги стреляют послушаем следующий мелодия блин что-то я даже включил на стриме звук и все равно плохо слышно ладно потом сам поиграю все ценю от не сам прикольная мелодия скорее всего одна из самых неприкольных 1 2 вообще классные были да кстати я помню у феуса был какой-то то леталось но не дует таус начальные наработки тасса он там что-то скидывал дать музыка была действительно прикольный хотя но это тоже классно да идем по помойке а свалки вреды че тут еще Вредиш готовит Горького 18 Кстати, Вредиш, ты уступишь мне, пожалуйста, на часик Горького? Чтоб я там не херачил где-нибудь посреди ночи А я уточнить хотел про сюжет Тут все-таки сколько лет он, это самое Ты уступишь мне часик Горького, че? Не, ну в смысле, чтоб я успел застримить свои шмапы Это естественно после тебя собирался Хорошо, хорошо У меня как бы игра на часов и так 10 Не факт, что я целиком пройду ее Да, я так смотрел, лонгплей на 10-11 часов Ну, горько она такая, как бы это, конечно, за раз ее можно пройти, но это часов 10 Я не факт, что буду ее столько проходить Ну, вообще, вреда, так, еще опроса, а сколько он в этом состоянии был, когда пытался спасти себя из Кайнета? Ну, это десятилетие проходили, собственно, война началась Между людьми и это Все, то есть, он же Потом, ты че, там эпично такая Я говорю, то есть, когда Вот эта вот армия, армия робокопов против армии терминаторов Ну, так за уши притянули, на самом деле Я, значит, ядерную гракету он на Скайнет, как он скидывал там, в общем, это Блин, прикольно Ну, да, вот это, кстати, почитать, я бы так говорю Лего говоря, она подана довольно неплохо, такими картинками комиксовыми Да, да, да В целом я могу сказать, что у меня, как бы, ну, приятно, так А почему, а это самое, вред, извиняюсь, что перебью, а почему все-таки Рыбакоп, сколько он там находился, десятилетия, ну, его потренировали Они контролировали, чтобы с ним, как бы, он не скидывался А почему он перестал контролироваться? Ошибка в коде Успокоились Ошибка в коде? Да, ошибка в коде Рыбакопа-то и ошибку использовался Хорошо, ладно Они, типа, объяснили это так, чтобы не объяснять суровее Просто ошибка в коде Просто за уши притянули Нет, там в манге, там в манге было расписано, каким образом, то есть, ну, что получилось и... Манге? Ну, в манге Да, это же манга, короче, Рыбакоп В комиксах четыре тома, там, четыре главы или тома, я уж не помню Тома, короче Правильно, код писали индусские терминаторы Ну ладно, ну, на самом деле мне понравился комикс, он достаточно эпичный, такой, достаточно грамотно сделанный Такое мрачное будущее пока Нет, если что, не обращайте на меня внимания, я просто пытаюсь придраться, на самом деле Ладно Можешь давно понять То есть, это, короче, получается, это комикс, который в Японии зародился, да? Да, да, да Где именно зародился, я не помню Может быть, и не в Японии, может, это именно американский комикс Такое апокалиптический А, ну, раз манга выходила Не, ну, манга, манга же была Там четыре тома Это могло быть и, как я так называю условно, но это можно назвать и комиксом, поэтому А, стоп, стоп, стоп Короче, ладно, я лучше загуглю Загугли? Ну, я говорю, тогда из-за того, что с Маке проходил, я специально покупал Да, мы тогда, помню, общались на эту тему Да, то есть, я тогда ты его прочитал, он английский, ну... Это именно комикс от Фрэнка Миллера А, это всё-таки комикс, да, это не манга, не всё Причём Фрэнка Миллера Всё, она ещё нарисована, должно быть прикольно А Фрэнк Миллер, это кто у нас? Город грехов Да, стиль, стиль как бы близ, да, вот По, кстати, следующий баг, здесь не показано, что это эксит Я вначале думал, а куда жить, и пытался направо пойти, оказалось, да Стреникс угрожает мне, что потом мне геймпадами побьют Так, следующий босс, пёс смердявый, так как есть пушка, умирается за секунду Да Стреникс, если по делу, я не против, только за Это самое... Но стоит сказать, что если пушка будет дефолтная, то не все боссы будут так быстро убиваться Но, в принципе, они всё лёгкие Да Тут, кстати, по комиксу то, что это именно написано, именно Фрэнком Миллером А рисовал, там, Волт Симс... Сим... Саймонсон, не знаю То есть, Миллер не рисовал Не, ну на самом деле, главное, что он хотя бы писал Если у него хорошие сюжеты были до этого, то и, как бы, другие сюжеты, я надеюсь, у него не были говном Не, ну, в принципе, художник, вот, который рисовал, у него так, как-то, глянул сейчас в Википедию Вроде бы, немало таких работ Работал с Маруэр, работал с DC Угу Там, на всякие эти... Да, кстати, Фрэнк Миллер чё-то знакомое DC-шное чё-то он рисовал, ой, то есть, сочнял это по-любому Я вспомнил, чем комик заканчивается, в итоге там такое ржачево Он такой стёп устроил Ладно, давайте в конце стрима, до игры закончится Нет, это я рекомендую просто желающим прочитать, потому что это ржач Как врага забросило Чувствуешь, что управляешь рыбаков на этой игре? Да-да-да, физика такая, тяжёлая Реально чувствуется То есть, например, в Робокопе-3 на Донде Ты немного не понимаешь, почему Робокоп так хорошо прыгает Стоп-стоп-стоп-стоп Робокоп-3 хорошо прыгает? Да ладно Он же прыгает, как говно Ну, в принципе, да, но, по сравнению, я имею в виду А-а, хорошо Я имею в виду, относительно хорошо прыгает в Робокопе Хотя бы даже, почему он прыгает, там же можно, по-моему, контролировать в воздухе прыжок, да? Ой, я точно этого не помню, но, по крайней мере, из-за того, что особо сильно, как бы, контролировать до прыжка этого Робокопа нельзя Получается так, что этот Робокоп, ой, точнее, этот прыжок, в итоге ты не контролируешь никак То есть, ты прыгнул, если вперёд, ты прыгнул вперёд Отменять уже куда-то что-то назад, это бессмысленно Это, кстати, уровень такой ботхёртненький Кстати, кстати, я что-то позабыл, как Робокоп прыгает и ходит рядом Ну, он дерьмово прыгает и ходит на самом деле Там такое мутор, ну, как вот, свинцом налиты в управлении, вот так вот говорят Ну, естественно, без какой-то задержки, там, в несколько кадров есть, когда ты играешь по калере, допустим, да? Сравнивать, ну, там нормальное, ну, просто такое своеобразное Ну, почему он проседает, короче, начальник, когда прыгаешь, да? Да, 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 такое проседание здесь Ну, всё равно, короче, он, всё равно, он, типа, манёврный хотя бы согласен, он высоко прыгает, он типа там Ну, это да, это согласен В первой части он вообще не прыгает, во второй части он на коньках катается Ну, да, я не могу сравнивать другие части, потому что я в них не гигал, они и считаются как бы не очень А здесь вот прям вообще идеально, он делает такой мелкий прыжок неконтролируемый вперёд И ходит медленно Не знаю, вряд ли мне физика понравилась На, вот, поиграть надо А где бы найти? Именно идти Во второй корову на льду Слово Да, сломо, это место очень сложно Ну, прям как в МКХ И здесь, если сорваться, то прощай прокачка И... Тебе же нельзя выбраться А, МКХ я на... Ой, фу, блин Слово, это просто из-за самой консоли Ну да На прототип что-то больше Ну, не-не-не, я никаких претензий к прототипу просто Спрашиваю, может, из эндплея Блин, меня просто эндплей в последнее время так выбесил, что Я вообще... А, это же карьера Все, все, все хорошо Да, господи, боже мой Я молюсь на карьеру уже после надплея МКХ Ребята, это просто кошмар какой-то Стармария, потому что он был у тебя в детстве Тем не менее, Робаков Второй Робаков нравится лично мне больше третьего Ну да, это скорее всего Как вариант Объективно Можно назвать все-таки третий лучше, чем второй Киноман тоже второй нравится Больше Мне больше нравится первый Слышь, ты че, совсем ностальгей? А у меня не было его в детстве Мне просто понравилось, что там боссы такие оригинальные Мне первый тоже нравится Мне первый тоже нравится Просто там он не прыгает совсем Прикольно так Да ладно, если что, я просто шучу Я понял Я не играл ни в какую, кроме третьего Третий у меня тоже Третий это У меня в принципе были все три в детстве Ой, а по какой поверхности мы сейчас ходим? По свалке Какие-то, мне кажется, больше черепа Какие-то непонятные Типа А, динозавры в антере, да? Да-да-да Какой-то Терекс там валяется Ну и плюс эти Все Башни или как их назвать Это и есть черепа Очень стрёмно смотрится, конечно, сам где Типа свалка Это военная свалка А, кстати, а Робокоп до сих пор в будущем? Да Да А, теперь следующий босс Смотри, короче, начало было такое Прикольно Прикольный босс Уже не убивается за секунду Не убивает за секунду Короче, Егорка Начало было такое Показывали комиксовую сценку И Терминатор обсуждает о том, что типа Все херово, надо отправиться в прошлое И убить того, кто все это начал Алекса Мерфи Терминатор, да? Да Босс пройден Вот отправляется Вот он О, вот этот уровень такой Уже отличается от предыдущих Тем, что здесь Как бы нужно выполнить ряд задач И новый дат-мьюзик Бля Алекс Мерфи Это же Робокоп Да То есть он Он вместо того, чтобы убить Сару Коннор Он отправляется убить Робокопа Нет, не Робокоп Терминатор отправляется Ой, нет, ну в смысле Терминатор отправляется Убить Робокопа Да Блин, жесть Вот Кстати, я не помню Лол Ладно Кто начинает с игры Потом Робокопа делает свое дело Которое делал И они его захватывают Вот эти Да, да Это тоже в Сегуиске версии Было, что они потом Его захватывают И на основе Интеллекта Робокопа Типа Ну и его И делают Именно Скайнет Вот, короче Там по сюжету Как получается Они попадают Они действительно Отправляются На самом деле Не Мерфи захватывают Вот смотрите Вот выход И тут три Видите Три печати И вот нам нужно Найти по этим вот следам Чтобы отключить Ну в общем Эти защитные поля Прикольно сделали Да Вот Они там то ли попадают В альтернативную вселенную Где этот собственно Мерфи Вот это вот Мрачный уже Ну это И они решают Захватить Робокопа Тот уничтожает Одного Терминатора И они его захватывают С помощью киберсобаки Киберребенка То есть Потому что Ну как бы Он не рассчитывает Его таким образом Разделают Бушку захватывают И таким образом Как бы Я зря сделал Присоединяют Собственно говоря И Таким образом Они Вот все это проворачивают А это же как бы Уже будущее настало Это же Он не попадает Это собственно Свершившееся Уже будущее Ну понятно Потом когда Финал будет Тоже скажу Чем все это закончилось Да Да Он ржачит Блин Как я вам завидую Чему Ключу-ка я все-таки Музыку из Тандерфорс Как раз хотел послушать Последний уровень уже Блин Наться Сегодня Просрал В 1 восьмой Так печально Кому Я не смотрел Но Ладно Ладно Вчера 300 бачей Заработал Ну 350 бачей Изи Причем Изи Вообще Реально Изи Ладно Давайте Давайте По автобе Потом Хорошо Да Просто Я немножко Параллельно Смотрю Извините Меня Пожалуйста Отличный Враг От которого Невозможно Вернуться Если у тебя Нет пушки И еще Один Ладно Ладно Эту ракету Не поймать Неплохо Сносит Сейчас будет Скоро Пополняшка Если я до нее Доживу Охренеть Рыбокоп 10 лет провалялся Доживу И потом Встал И пошел Это же Рыбокоп Классно Замутили Реально Ну да Комикс Получается Довольно Современно Учитывая Когда появился Рыбокоп Комиксу Получается Еще и 25 лет Нету Надо На самом деле Почитать Его Я лично Считаю Что Ну Я Кажется Еще Не читал Мне кажется Что Там Много Всяких Косяков Если Ты Программист Читать Будет Больно Ну Там То есть Ты понимаешь Что этого Не смогло Бы произойти И так далее В одну подобных Вещей Когда ты Уже Понимаешь Что Обычный Какой-то Юзер Не шарящий В программировании Может это Схавать А когда Ты Уже Сам В этом Всем Разбираешься Как Будет Понятно Ну Хорошо Сори Если Что Что-то Что-то хотел Сказать Пока Что-то Забыл Ну Первое Поле Не Сам Прикол То Что Как Бы Уже С самого Начало Все Какой-то Там Робокоп Который Такой Еле Юля Двигается Да Вынес Целую Армию Терминаторов Высокотехнологичных Кстати Да Ну Может Не Ну Все Так Если Брать В расчет Комикс Что На Основе Него Была Создана Куча Вот Эта Армия Терминаторов То В принципе Все Логично На самом Деле А ну Да Создатель Типа Да Типа Создатель Преизошел Свои Творения Почему Нет Это То же Самое Что У нас Сейчас Бог Был Дел Как Черепах Кстати А я Тут Сокращал Путь Прыгая Тут Можно Прыгнуть Сквозь Эти Самые Электрические Ходием А я Тут Сокращал Путь Ну А я Похожу Я Уже Тут Насокращал Воспользовался Багом Получил чуть больше урона И сдох И потерял оружие Ну я сейчас надеюсь Что я возьму Хотя бы одно Тут Сейчас Еще Жизнь Будет Так Осталось Одну Печать Снять Почти Одно Поле Отключить Через Эти Можно Но Через Следующих Нельзя Пиш Стеникс А Через Последнюю Убивает Будем Пробовать Зать Оружие Как Хочешь Я Все Таки Риск Ну Ну Что Без Оружие Совсем Плохо Все Зависит Только От Твое Решение За Одной Проверим Берется Оно Или Нет Давай Не Ну Конечно Я Б Не Стал На Сам Деле Ну Хотя Я Опять Не Играл Об Это И Не Могу Ничего Говорить Но Рисковать В Прототипе ХЗ ХЗ Вон оно Ну что Сейчас будем А кстати А ребята Вот у меня Такой вопрос Вот есть Ну я думаю Вы вряд ли Об этом Знаете Но Есть ли Прототипы Робокоп Терминатора На кариках На каком то есть Которого Дампеля Нет Понятно Дело Ладно Все Вопрос Нет Больше Не знаю Теперь Надо Правильно Фрыгнуть Нигитос Бем Я выжил Но зато Ох Ты взял оружие Сколько жизни То сняла Ну пол жизни Снимает Да Полняшку Давай Интересно А Нигитос Может запилить Вот допустим Прототип Вот этого Робокопа На кадрик Может конечно Нигитос Давай Если В чате Нет Ладно Его увезли Зарабатывает 2 лема Долларов Да Да Лучше Не знать За что Надеюсь Не за натуру За нее Самое Ооооо Айяяяй Как так За ней Проехал Черный мерседес с черным властелином вы ники тос как так вспоминается анекдот с вазелином или без я надеюсь что с и дополнительный мужик с этим не помню как просто дёрни выглядит куда-то помню посты нет лишь он короче как думаешь брать если ты это просто 5 круг делать то думаю нет хотя что тебе лишь хватит одной пушки а если убьют снова бьет берут на это верно тут это тут это тут это тут это тут это слушай вот спал тут серьезно поехали бы с тобой в польшу комментирует немский mkx мы что вот комментировали кучу а это же понимаю что им говорят человек комитет да даже не то что говорят но просто они еще пока что нет они круто коментят блин флэй витари это просто херена но они еще перебивают друг друга так скажем немножко опытных женят такого а всерьез но не то что не так они могли бы договориться почему нет просто имеется ввиду что у них опыта как такого нет блин вот смотришь и ну я серёгу и вот вот флэйт он конечно хорошо шарит в мк9 в мкx он рассказывает не знает игру идеально да а вот когда серегу смотришь вот блин просто черепахах ты понимаешь просто любой момент какой бы не был серёгу ахренат комедит просто я знаю что считать что идеально до чтобы также узнать им к x надо чтобы хотя бы пожил хотя бы несколько лет надо короче тех мкx затащить я вот сейчас я вот сейчас к этому да блин ты купил себе какой-то сраный candy и за 35 штук что ты не купишь комп я просто не не знаю экси ладно мы дошли до выхода да и теперь последний уровень то есть если я куда-то сейчас упаду я сдохну а вот и вот эти все молнии до плюс они смертельны да поэтому я у меня таком такой музон еще заиграл прям тему и standard force 4 прям агрессивный штук реально упадешь на сегодня затопнуть не на самом деле как бы то в топлив уж извините но он иду что не дали пушку и теперь оба комплекта отлично лично лично не на видел что когда-нибудь все этот шикарный стрим который сейчас есть еще и перерастет что-то более подробное они просто ха 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 хи хи все я молчу извините так первое поле отключено идем дальше а тут очень нельзя было слева упасть до слева может и можно было но я сейчас пришло не проверять помню нельзя потому что а вот я не помню михич здорово но я тут немножко сократил да 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 вот эти убивают с этим синие участвует очень кривой прыжок чуть позже покажу и там может нехило так свалиться и все я плыть и надеюсь этого не будет и где он увидим сторону вот форме так последняя что-то врубается интересно что тут будет за последний босс вспоминаю на сеговской версии последнего босса о боже мой скажу будет здесь вот сейчас как-то прыгать неаккуратно можно случайно свалить ты будет четыре комнаты последний босс пишет стреникс это спойлер или это как это разве если разве то если просто пойдешь вперед и куда пойдешь даже в яму да она просто выталкивает его а если прыгнуть с самого края с верхней платформы тоже туда же там только именно вот такие прыжки либо ты прыгаешь просто спускаешься налево и зажимаешь назад если направо но у меня так не получилось лаги немножко мешали на прогонять переоружение странник за не спойлере мы еще все увидим вас в любом случае все пройдет слышь не затролит странно что я запомнил этот момент ну ты видать первый раз прошел и поэтому он тебя не запомнил я что-то такое припоминаю но то что вот чтобы совсем вот так вот надо было совсем-совсем по пиксельно как ты сейчас делаешь ну тут не совсем не совсем так уж и по пиксельно на самом деле просто аккуратно может по-другому подходил да просто некоторые моменты не ну кстати хорошо он согласен я вот с этого прыгал налево сразу я не прыгал на самый нижний точно садь не знаете стой влад я помню самого верхнего прыгал если честно я конечно не уверен нет я все-таки беру свои слова назад и здесь действительно к это по пиксельная хрень жирные враги про сначала как бы смотрелось что вроде влад уверенно прыгает а потом вот эти вот пиксельные прыжки действительно но это одно место такое на всю игру сейчас я убью кстати на серьезно почему ах и формала уже на уже так вы тут соглашайтесь с друг другом дезинформируйте народ что было интереснее все правильно у меня осталось всего лишь один жизни а это последний уровень тут у тебя 11 жизни да ладно это мало вспомни сколько у тебя все русские было 30 с лишним но там то понятно дело там если не встать в определенный пиксель там не завалишь этого босса быстро блин танцкий босс это это пост и и после этого вспоминаем прохи чапаева уж извините меня я решил вспомнить не лучше не вспоминаю до тебя влад лучше не вспоминаем что это был особенная техника я специально для этого стрима готовил чего приезжай пожалуйста на сходку я тебе вот я хочу просто пожать тебе твою клешню вот просто какой клешней ты играешь вот серьезно объясни мне итак у нас файнал боссы да внимание итак защитник номер один опаньки досмотреть он разлетелся что это такое итак пройдено отлично красава тихо тихо это еще не все а это еще не все но все равно красава все дефолтным оружием чуть чуть дольше валят этим чем прокачанным а вот у нас второй защитник тихо это первая партия боссов убита а теперь вторая партия они еще один уровень до про него забыл вот это уже последний это точно как-то мог забыть порой не проходя игру недавно потому что этот уровень особых проблем не доставлял наверно поэтому коротенький нет и больше коротенький это уровень лабиринт здесь можно было пойти налево направо и снова проходить это же место ну что вернула бы в начало ну и вот правильный путь налево как видите платформа меняется в цвете хамелеоны сейчас она оранжевая не это не меняется а предыдущая менялась было ту оранжевый и серый ну и в целом с с с с с с с с в принципе среагировать можно, но ты же не будешь встать да да я принял всегда реагирую попробуйте, среагируйте все странно сложный прыжок сейчас будет о, нормально после кослы, да ой, после кослы и тень да да да, согласись особенно после кослы твеста вот там вот вообще жесть такая Джо проходит Влад, и это Робаку против Терминатора да, кстати, приятно все странно, все попались да да да, так это, блин, это старые игры тут ничего удивительного в этом нет ну это одна из немногих подставок пускай хоть кто-нибудь предъявит что, мол, ой, я first run он попался на какую-то хуйню ну извините меня, вы во что играете? я бы, я бы лично просто подлая подстава ну под одна из немногих на всю игру не, ну чувак, ты бы после этой подставы бы прошел, ну точнее наборолся на нее бы это верно ну вот и соответственно тот чувак, который бы орал бы на всю глотку я бы ему просто плюнул ну, в лицо, соответственно ну потому что она, чё, блин если ты внимаешь, во что ты играешь зачем ты играешь в это first run зачем об этом орать да не, 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 тут на самом деле это просто такой это на самом деле один из немногих таких моментов может даже единственный ну вот, тем более я думаю, что есть некоторые пачки не очевидны вот а хотя да, есть у тебя пачки не очевидны действительно тем более это же протип вот игру я оценю да, наверное, на десятку ну ладно, девятку на девятку не, мне кажется действительно, да, на девяточку это тут тут уж точно найдутся какие-то небольшие косяки которые блин, ну и действительно ребят ну это прототип чего хотели? да, да, десятку все-таки прототип на десятку оценивать ну это же как-то фарс мне игра нравится, как бы все косяки, которые тут незначительны но один балл он так уж и быть не, ну просто как бы это был бы полный фарс если бы оценивать ну 10 из 10 прототип так, а почему нет? чем прототип отличается от игры если он завершен? но он не завершен если бы он завершен подожди, не, не он просто не вышел а внутренности все практически завершены ну, ну не все все-таки вряд ли он полностью играбельный тут проблем гораздо меньше чем в каких-нибудь официальных играх типа Гордвика хорошо, я согласен просто имею в виду что мне просто все равно порнотип это или нет есть игра ну, то есть официально, неофициально все, хорошо если бы тут реально были косяки которые меня бессильно устрел тут есть места где ты можешь упасть я это сам смотри горка вот видишь тут зеленые эти штуки да, если туда падаешь ты убираешь потому что не можешь как бы есть такие косяки но у тебя бесконечный у тебя много жизней то же самое как мегамэйни да, я полностью согласен все не, я имел ввиду немножко не то но все равно да, я согласен с тобой полностью как бы больше больше чем один балл я снижать не буду потому что у меня у меня вообще все понравилось ни в них проемов нет проходят хорошо да, и не важно блять это уже там какая-нибудь странная Capcom там да выпустила или не выпустила это никто игра есть, игра но тут я похоже опять сдохнет да, действительно комментарий столько кг, которое вышло не поэту зачем но это хорошая игра ладно а теперь вижу не, ну это это я так можешь постараться выжить еще ну я просто все равно имел ввиду в том, что да, выжил ой, да ладно хорош все, файнл босса да странная игра всем по-моему понравилась вообще всем в котором киноманы и только потому что он не пытался в нее играть так киноман на самом деле паша он не такой прямо я не знаю меня в последнее время бесит это мнение что он паша пошел на самом деле вашу также можно переубедить как любого другого из нас он такой же обычный игрок также как и кухар да как исполнены как и к смоки как и блин чейнджера как и гришу 92 и вообще любых кто бы в это не играл серьезно ребят пиксель пиксель а вот сейчас был не найден а вот сейчас был найден снова о консоль только про нее пишу чарма нелестном тони на самом деле ну да я помню этот самый тел списал в нее нелестном тони я ее считал говном он же начал то сделать почему стоп ну хорошо ладно я может с кем-то перебуду на короче какой-то тип писал что эта игра говно и я до определенный момент ее считал говно вот сейчас влад взялся и и прошел спокойно я помню свое мнение вот так же любой из нас может поменять буквально ребят ну я щас просто пьяный если что не обращайте внимание ладно вот это самый любой из нас может поменять свое мнение если вы это аргументируете есть аргументы все пожалуйста вперед любой даже женя а почему нет извините меня если если богатский начнет аргументировать свое мнение а он это может не 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 я говорю что поменяет ли женя свое мнение а не давайте концов круто давайте на игре сосредоточимся и так самый сложный момент да и сейчас просто если егор пьяны много будет этот лорсов шаду замка не давать не ну там ну там ну там лучше не стоит даже если их когда-нибудь а тебя ребят последний босс об этом теперь надо бы на нем не заложать у меня нету оружие так и я пожалуй выключу микрофон смысле от люду посадь ну я не знаю по твоей тактике ты знаешь глядя на это у меня тоже такой вопрос возникает типа какой-то мозг ты можешь уклоняться влад данным ты дергай вниз вверх на три дергай сначала вниз и потом в финале финале мы часто вылью с мозгом да так перевод текста но еще только чернота последний крик затем пришел последний крик и так после уничтожения сканета ну короче уничтожение сканета перегрузил всех терминаторов и тысячи этих терминаторов взорвались и короче все и уничтожил нафиг сканет раз навсегда победа какой ценой и музон дат мюзик победа в этот раз но какой ценой но не очень хорошо какой ценой да еще одно путешествие нет там написано но этого недостаток еще одно путешествие за времени да ладно тут есть лучшая концовка не-не-не-не еще до того как сканет был создан еще до того как сканет породил терминатора найти сканет до того как к нему он стал расширенный короче да найти сканет и уничтожить его и вот он вернулся и уничтожил вернулся из будущего арсенал терминаторы были уничтожены терминаторы сканет бендестроит круто еще только они были когда они были ну типа ну начали побеждать еще до того когда терминаторы были созданы он их у них он их выиграл все игра пройдена и теперь титры а че за финал скоро и самый главный прикол в этом заключается следующее то есть во первых он уничтожил ракеты сам пожертвовал собой то есть вот этим вот чтобы уничтожить сканет во вторых сканет перед этим сделал как бы свой разум перенес какую-то там собаку и отправил в прошлое для того чтобы как бы начать все сначала собаку да вот но он немножко лоханулся потому что он отправил это в доисторический период и собака только там появилась была раздавлена динозавром таким образом сканет был уничтожен лол вот это был финал это был ржач комикс вот такая вот игра можно посоветовать любому любителю платформеров и отлично внимание вопрос если стреникс в сети удовлетворила ли его прохождение стреникс давай присоединяйся уже к нам и пили нормальные прохи и удовлетворяясь ими прохами а он тебе лишь позвоню скажет да он что сказал позвонит скажет позвонит скажет негодяй просто я хотел на стриме игру объявить людей заинтриговал а что за игра тебе хотел он просто позвонит скажет вот там какой то пьяный бедлан ворвался не обращайте на меня пожалуйста внимания потому что сегодня 9 мая и я перебрал Да, пьяный бэдлан, трезвый бэдлан, все бэдланы. Сука, блядь, та хуй. Было лишнее. Факт. Ну это была шутка, всё. Лада не хочет говорить. Затроллили. Не хочет говорить. Нелада. Чё, Лад, сколько поставишь игре? Игре? С учётом того, что это прототип. Вот пишет, подождите, стрелник пишет, что было неплохо, меня устраивает. Тогда игра, которую я хочу ему зареквестировать, чтобы он её прошёл, это Кокорон. Блин, ну господи, боже мой, ну Кокорон, серьёзно? Он мигал в него. Хорошо, ладно. А тогда какие условия? Никаких, просто пройти. Мне даже ничего записывать надо. Было условие, что я прохожу эту игру на стриме, и он проходит хорошую игру. А, даже не у нас на стриме? Ну так нигде. Интересно. А он не может стримить, у него и интернет плохой, и компьютер, как у меня. А может Skype TV? Давайте это самое... Да забей, да. Давайте подведём... Серёга не хочет стримить в Skype TV. Сразу подведём итог. Ладно, всё, шучу, шучу. Чё, Лад, какая оценка? 9 баллов нормально. Ну да. Ладно, всё. Чё там прототипа? Если бы это был не прототип, оценка была бы ниже. Ладно, давайте. Но я не думал, что сильно ниже было бы. Ну да. Всем спасибо. Если разрешите мне, то я бы хотел разоценить сейчас 1941 Cover Strike и... Да, никуда не расходимся. Сейчас будет.